Зачем украинцев постоянно запугивают негативными новостями? Потому что когда люди запуганы, ими легче управлять. Так и не поспоришь с этим заявлением. Сейчас попробуем судить эту тему подробнее и помочь людям выбраться из состояния постоянных тревог. Ольга Иович, практикующий психолог и специалист в области тревог и тревожных расстройств. Сегодня в гостях нам в MyUA. Оставайтесь с нами, будет интересно и полезно. Мы будем благодарны вам за лайки и комментарии, которые помогают развиваться нашему каналу. Ольга, так что же, получается, что власть может даже специально подбрасывать поводы для тревог сейчас, зимой, либо осенью, когда и так нехорошо себя чувствуешь, и еще и накладываются всякие проблемы со страной? Если вопрос начинается со словом «может», значит, она все-таки может это делать. И сейчас очень удобное время, когда нехватка витамина D и тревога сама по себе повышается, потому что другие витамины плохо усваиваются организмом без этого витамина, то, соответственно, тревожных людей становится больше. Те, кто и так тревожился, они начинают тревожиться еще сильнее. Ну и очень удобный, скажем так, период для того, чтобы производить какие-то манипуляции, вводить. Хочется верить, что наша власть не настолько все-таки садисты, но посмотрим. Как считаете, почему вообще негативные новости так востребованы украинцами, популярны? Потому как всегда, либо если это выпуск новостей, то негатив будет в топе про аварии, про происшествия, про какую-то угрозу войны. Рейтинги самые высокие собирают всегда программы о плохом. Что за запрос такой у нашего общества на негатив? Я тоже как-то заметила, что там, где война, вот смерть, война, вот оно в топе, нам, мы природой так устроены, вот психика человека, да, что, ну не только психика, в принципе, человек так устроен, что у нас большинство базовых эмоций, они негативные. Там отвращение, гнев, презрение. У нас хороших только радость. Поэтому мы как бы и фокусируем свое внимание на те новости, чтобы как бы подпитывать наше состояние, да. На которое легче зацепиться, получается, за негатив. То есть ждать плохого, это нормально? Радоваться по своей природе как-то тяжелее, чем возмущаться, ненавидеть, критиковать, да. Вот сейчас можно даже отследить свои ощущения. Попробуй сейчас выйти и порадоваться. Заставь себя порадоваться. Это действительно навык, который нужно тренировать, получается. Конечно, конечно. Попробуй натренировать радость. Там столько саботажей будет, и нам вечно будет что-то мешать это сделать, и мы будем возмущаться. И возвращаться в негативную реальность. Как считаете тогда в таком контексте, кто больше виноват в том, что в целом в стране ситуация негативная? СМИ, которые постоянно накручивают это все. И в инфополе мы видим, что все плохо, все пропало, скоро на нас нападут. Либо люди, которые создают запрос на такие нехорошие вещи. Когда-то я об этом тоже думала, потому что мы же едим то, что хотим есть. И для того, чтобы нам что-то предоставить, мы должны хотеть этого. И если СМИ видят интерес какой-то в нас, то они нам дают то, что мы хотим. И еще там такая интересная штука есть, что когда ты не полностью открываешь карты, мозг, когда что-то не понимает, он начинает додумывать и начинает искать. Вот искать, где что. И тогда получается вот эта бесконечность. Есть какой-то интерес. Нас, скажем так, нам закрывает какую-то потребность. В страхе и в каких-то новостях. И мы, когда чего-то не понимаем, мы сами потом ищем, как нам успокоиться. Тревожность растет, когда мозг чего-то недопонимает. И выход какой? Искать ответы на свои вопросы. Когда-то я слышала мнение, что негативные новости помогают людям понять, что они сами живут не так уж и плохо. То есть ты посмотрел на то, как кто-то попал в аварию или как кто-то погиб, думаешь, боже, мои проблемы вообще не проблемы. Это действительно так работает? Это сознательно используют на телевидении? Тут, наверное, двояко тоже. Потому что если постоянно это смотреть, фокус внимания будет на этом. И, соответственно, наши гормоны будут, что будет вырабатываться? Адреналин, кортизол. И это нами уже дальше будет управлять. И мы уже сами будем становиться теми, кто будет и создавать вот этот негатив, и искать его как бы для себя. Ну, двояко. Это тоже надо, кстати, иметь в виду, когда мы смотрим негативные новости, мы как подсаживаемся, либо на крючок попадаемся. И что потом? Вопрос. Как считаете, можно ли тогда сказать, что украинцы сами натренировали у себя способность страдать и, например, выбирать во власть тех, кто заставляет их потом дальше страдать? Работает ли это как синдром выученной беспомощности? Или как схема, по которой жертва выбирает и продолжает жить со своим абьюзером? Либо я слишком сложно ушла в непонятные для людей категории. Украинцы ищут абьюзера. Где ты мой абьюзер? Как тебе выбрать? Надо брать немножечко глубже, да, дальше. Вот если мы жили в СССР, где нам вот эту вот беспомощность выученную, нам ее по Вене пустили. Потому что сколько мы там жили, 22-й, 91-й, где-то лет 70, да, вот мы находились. Это, грубо говоря, три поколения жили при власти, где было диктаторство. Где ты ничего не решал. Да, где они ничего не решали. Там что было? Отдай нам свое мнение, а мы тебе плюшку, какой-то пирожок подкинем. И формировалась какая-то созависимость. И так интересно получается, что чем дальше мы от этой созависимости, тем сильнее мы за нее цепляемся в виде выбора, скажем так, у власть не тех людей, на которых мы потом будем жаловаться. Но не все выбирают не тех людей. Просто те, кто выбирает, ставит ставки, скажем так, которые там поанализировали, взвесили и выбирают хороших людей к власти, их меньшинство. Поэтому, скажем так, оно не срабатывает. И как бы чуть-чуть печальных новостей, что вот если мы лет 70 жили, там, три поколения, да, в таком темпе, то нам примерно столько же плюс-минус надо, чтобы выйти с этого состояния. Мы уже где-то движемся, но нам еще есть над чем работать. То есть 30 лет независимости пока недостаточно, чтобы массово начать ощущать, что мы влияем все-таки на ситуацию. Да, похоже, недостаточно, потому что если несколько раз бьют кулаком по роже, дело не в кулаках, а в роже. Вот если мы выбираем, и все не то, выбираем, и все не то. Но есть над чем задуматься. Вы проговорили, что люди тревожатся из-за того, что они, по сути, не могут повлиять на ситуацию, проконтролировать. Как тогда бороться с постоянными переживаниями, когда вокруг все время нагнетается обстановка? Вот последние полтора месяца в политическом поле бесконечно угроза войны со всех сторон оговаривается, экономический кризис, тариф и крах, революциями пугают. Как выживать в таких условиях, если ты все равно вынужден следить за повесткой дня? А вынужден потому что что? Потому что заставляют? Ну, чтобы быть в курсе, либо у кого-то по работе кто-то привык к новости читать каждый день. А где наше критическое мышление? То есть критическое мышление. Если мы от одного источника это все слушаем, на себя примеряем, на свою психику это все, справлюсь, не справлюсь, то тут важно все-таки с нескольких сторон зайти, с нескольких источников это все обсмотреть, проанализировать, и тогда для себя делать какой-то вывод. Потому что мы все-таки, у нас не миндалевидное тело только работает, уже как бы есть людиноразумно, лобная кора работает нормально, то лучше включать мозги, чем их не включать. И тогда приходит вывод, такая мысль, что выгодно мне тревожиться, либо невыгодно мне тревожиться, бояться. А что я выбираю? Иногда, если с этой погодой и так как бы иммунитет подшатывается, и тревога повышается, то зачем мне сейчас слушать еще какие-то новости, чтобы что потом, что со мной будет дальше? А если человек не в курсе, он не начинает тревожиться еще больше от того, что он не в курсе, что происходит вокруг? Это очень интересная и емкая тема, потому что страх и тревога – это немножко разные вещи. Вот если страх – это то, чего мы конкретно боимся, страх – это конкретный объект, чего мы боимся, например, военных действий, войну, нападения, заболеть коронавирусом, чего-то мы боимся, то тревога – это что-то такое, это страх неизвестности, это уже такое фоновое состояние, и нет конкретики абсолютно никакой, то есть мы просто тревожимся непонятно о чем. Может быть и хуже человеку от того, что он не в курсе, но, скорее всего, будет легче, потому что мы не будем разгонять наше тревожное состояние. Да, мы боимся чего-то, да, я чего-то боюсь, боюсь войну, но где какие-то факты, по которым я понимаю, что сейчас может начаться война, да? Если ничего еще, интернет не отключили, и все хорошо, и свет есть, и телевизор еще работает, да, то тогда смысл беспокоится. Если я сейчас буду смотреть новости, то даже если войны нету, я все равно буду в состоянии хронического стресса. Это чревато, ребята, тем, что потом начнутся уже расстройства в виде панических атак, тревожного расстройства непосредственно, и последствия будут намного хуже. О, как это все заметить? Я бы чуть позже хотела это обсудить. А пока еще вопрос. Можем ли мы дать какую-то схему действий? Либо совет людям, которые, например, в психологии не разбираются, и для них совет просто не читать новости по каким-то причинам тоже не подходит. Как научиться фильтровать информацию, которая должна на тебя влиять или нет? Как не допускать чрезмерные тревоги? Ну, там, условно, как я себе это представляю. Вы прошли негативную новость, вы испугались и продолжаете ходить дальше, бояться всех заражать страхом. Так, например, часто родители в возрасте делают, звонят детям, передают им свои страхи. Что делать? Как разделить то, на что ты можешь повлиять, и нет, например, вот в случае новостей с войной? Тут вы как раз и ответили на этот вопрос. Я могу на это повлиять? Если я не могу на это повлиять, то смысл уже беспокоиться. Если я могу повлиять, то тогда надо предпринять какие-то действия. Например, как по новостям было, что в случае каких-то, там, в случае сирены мы должны собрать документы, там еще какие-то, перечень каких-то, что-то собрать в свой чемодан и бежать там в убежище, в бомбоубежище. Вот, если человек может приготовить это. На экстренный случай. Да, да, и жить себе дальше спокойненько, не смотреть новости, потому что это как эмоциональная жвачка. Мы потом начинаем, мы жуем, 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 и от этого нам, если жвачка со временем, она вкус теряет, то это как раз работает с точностью наоборот, это только усиливается. Вот, поэтому сделали какие-то, предприняли какие-то меры, повлиять ни на что я больше не могу, поэтому отпускаю ситуацию, и дальше будет, как будет. Ну, как-то так. Получается, что так мы закрываем все, как будто бы зависшие в компьютере программы, чтобы они не мешали тебе потом жить нормально. Примерно так это работает. Да, если страх, он, как бы его можно решить, да, например, боюсь там нападения, но у меня есть план, да, что я собрал свои документы, необходимые вещи, питьевую воду, и я знаю, где бомбоубежище. Я себе туда побежала. Все, у меня есть план, и в случае чего я это сделаю. То что происходит с тревогой, да, когда тревога, когда я об этом думаю, читаю, это всё только нарастает, и я уже сижу на чемоданах и думать больше ни о чём не могу. Все охватывающе. Да, и как потом выйти с этого состояния, это уже другой вопрос. Потому что эти новости, когда-то закончатся, что-то новое сейчас появится, вот, а человек дальше сидит в этом состоянии уже с какими-то последствиями в виде каких-то тревожных расстройств. То есть важно уметь и переключаться, в том числе, получается. Очень важно, очень важно. Даже, может даже помочь, просмотр какого-то фильма, это книгу почитать. Это как смена фокуса внимания, и мозг чуть-чуть отдыхает от этих тревожных новостей. А если он всё время в таком темпе, я не знаю, как люди так живут. Вы упомянули о том, что может развиться тревожное расстройство. Со временем, если постоянно жить в этом стрессе, ничего не делать, как понять, что у тебя уже расстройство, а ты не просто вечно переживающий человек? Если это уже переносится на другие контексты. Например? То есть тревога. Да, то есть если страх чего-то конкретно боюсь, там тревога – это там какой-то страх неизвестности. А когда я уже начинаю вот этот страх неизвестности искать и в работе, и в отношениях с семьёй, и в отношениях с друзьями, то есть у меня везде тревога. И там, и там, и там. Условно уточню, это примерно когда там ребёнок вовремя не позвонил, о боже, случилось что-то самое плохое, чего-то не узнал, и об этом речь? Да, да, да. Тревожное состояние, оно везде. А дальше там ещё паническая атака. А паническая атака, мы знаем, что это конкретный страх смерти. Сейчас учащается там сердцебиение, ощущение, что поднимается в температурах, тремор какой-то появляется, то есть такие нападки уже панической атаки, конкретный страх смерти. И у неё тоже может не быть каких-то конкретных предпосылок, основ, то есть просто на ровном месте могут начинать? Может быть из-за конкретной длительной тревоги. То есть сначала тревога, тревожное расстройство, которое там распространяется на разные контексты, а дальше уже вот паническая атака. Но может быть и наоборот, потому что паническая атака чаще всего люди даже не помнят, когда она, не замечают, как она происходит в первый раз. Кто-то погулял там до пяти часов утра, а утром думает, это я просто не выспался, и у меня вот такое состояние. Кто-то выпил чего-то и думает, что это у него просто такой выход с алкогольного состояния, то, что там может быть паническая атака. Она в разных ситуациях может проявиться, когда человек её даже не замечает. Это может быть выход с наркоза, там тоже может быть паническая атака первая. А если же там была первая, то это там какой-то момент, когда там испугался, смотря новости, вот она там тоже может появиться. И человек вызывает скорую, как правило, вот с моей практики вызывает скорую, скорая говорит всё нормально вам как бы к другому доктору, к другому специалисту. А можете ли вы посоветовать зрителям, например, то, что вы советуете своим клиентам, как бороться с нарастающей тревогой? Есть ли какая-то прямая инструкция, куда смотреть, что делать, сколько дышать, либо это индивидуально всегда будет? Есть люди, которые склонны к тревоге, как я, тревожный темперамент у меня такой, то мне чуть-чуть что-то надо для того, чтобы моя тревога как бы усилилась. Но с ней можно работать. Как она вообще проявляется? Тревога, она может набирать свои обороты до минут десяти, потом, как правило, она спадёт. То есть не будет бесконечного какого-то, чтобы там обороты набирало, это состояние набирает, я сейчас просто упаду, потеряю сознание, меня найдут суток через пять, как одна мне клиентка говорит, вот такой у неё был страх, потому что паническая атака была. То есть это состояние будет усиливаться минут до десяти, потом она спадёт. Ещё стоит разобраться, стоит ли тревожиться в принципе, потому что разберитесь сначала, чего вы боитесь. Если вы боитесь конкретно чего-то, то это страх, перестрахуйтесь. Сделайте какой-то план А, план Б создайте. Если уже как бы вы понимаете, что вы в тревоге, уже усиливается, вы всё время в этом состоянии, и оно вам не надо, да, это состояние, то тогда задачей будет сменить фокус внимания, конкретно сменить, почитать, погулять на улице, пообщаться с друзьями. То есть надо сменить фокус внимания, потому что ты даже когда спишь, ты тревожишься, то есть ты даже уснуть не можешь по факту, потому что тревога, вот эти все мысли. То есть важно сменить фокус внимания, потому что последствия будут как бы не очень приятные. До какого этапа, если так можно выразиться, можно справляться самому и оттянуть, например, приём к специалисту, или лучше сразу идти искать того, кто тебе может помочь, если ты заметил какие-то уже зачатки таких тревожных состояний или первую паническую атаку, например. Чтобы пойти к психологу, к психотерапевту с конкретной панической атакой и с тревожным расстройством каким-то, с тревогой, ОКР, ГТР, то это надо уже, чтобы какое-то время прошло, то есть человек уже находится, человек на износ в этом состоянии. Если, ну как бы, и это уже крайности, вот, и, как правило, в этом состоянии человек будет искать таблетку. Когда долго игнорировал. Он будет искать таблетку, там уже надо будет к психиатру, потому что ты ему скажешь, давай мы сейчас плавненько с тобой будем выходить с этого состояния, а ему надо бегом, бегом надо, и надо таблетку, надо идти к психиатру. Вот, если, например, человек понимает, что он склонен к тревожным состояниям, сейчас такой период, что смена климата, да, мы ходим, нам не хватает солнца, мы сами, мы уже просто тревожны, если где-то еще не доспали, уже какое-то состояние, надо на себя обратить внимание, на себя обратить и подумать о том, я буду сейчас думать о том, на что я повлиять не могу, и это тревожное состояние, там страх неизвестности, да, вот тревога, то как бы надо расширять толерантность, увеличивать толерантность к неизвестности, потому что с неизвестности у нас и хорошего многое нам на голову свалилось, да, то есть с неизвестности все, что хорошее у нас есть, оно оттуда, как бы скажем так, поэтому не обязательно, то есть тревога, страх неизвестности, ну подождите, окей, что хорошего в моей жизни случилось с неизвестностью, то-то, 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 от этого уже, когда мы будем думать о хорошем, фокус внимания смещается, нам уже легче становится, А потом пошёл ещё, пообнимался с близким человеком, пошёл, сходил в кино, там ещё куда-то уже должно отпустить чисто теоретически, но лучше работать, конечно, индивидуально, потому что может быть такое, что вот эта ситуация, которая сейчас происходит, это просто как, скажем так, уже крайность, да, то есть человек был сам по себе тревожный, это просто усилило, и работать по факту надо не с вот этой ситуацией, которая на сегодняшний день происходит, а немножечко дальше брать и там разбираться, а это, скажем так, ну, терапия, как бы. Вы так интересно отметили про толерантность к неизвестности, есть ли какие-то тоже приёмы, которые помогают это в себе развить, так как, мне кажется, это именно то, что пугает большинство людей, когда ты не знаешь, что тебя ждёт дальше? Несмотря с какого ракурса, да, посмотреть, потому что если буду смотреть с ракурса, что с неизвестности всё плохое, и с неизвестности сейчас залетит какой-то танк или что-то ещё, либо коронавирусом заболею, либо там и умру, не дай бог, вот, с вот этого, то, ну, как бы ни о какой толерантности речи быть не может. Значит, толерантность — это конкретно выписать, что хорошего у меня с неизвестности и что плохого, да, у меня с неизвестности, то, о чём я себя там боюсь. Как правило, будет хорошего больше с неизвестности, нежели плохого. Анализ, критическое мышление, взвесили за и против, такое, знаете, как я говорю, адвокат и прокурор, вот, что хорошего в неизвестности, там, по пунктам, что плохого, и стоит ли на это обратить внимание или не стоит на это обратить внимание. И ещё вот, если что-то плохое случалось с неизвестностью, то я же справился на сегодняшний день с тем, что случилось когда-то. Ну, справился, раз я тут сижу, общаюсь, да, значит, всё хорошо. То тогда вопрос. Здорово, Ольга, спасибо вам. Я думаю, что практические советы уже сегодня смогут применить те зрители, для кого это важно и необходимо. Спасибо вам за эту беседу. Ольга Иович была в гостях на MyUA и спасибо, что вы были с нами. Спасибо.